Первенство «Рфятсвнеев» по волейболу проходит в рамках ежегодной спартакиады по различным видам спорта. Соревнования начались с 1 апреля. Пока прошло несколько игр. 10 команд поделены на две группы. Две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф и играют между собой за призовые места. Волейболисты представляют различные подразделения ядерного центра. У нас проходит спартакиады «Рфятсвнеев» по различным видам спорта. По игровым, такие как футбол, баскетбол, волейбол. Есть такие виды спорта, как шахматы, шашки, лыжи, настольный теннис и другие виды спорта. Конечно, командные виды спорта привлекают наибольшее внимание не только участников, но и болельщиков. Люди приходят, поддерживают своих знакомых, коллег. Поэтому атмосфера очень классная, живая. И радует, что в этом году 10 команд и будет борьба очень классная такая, здоровая. В очередной игре на паркете столкнулись команды «Квант» и «Буревестник». Вслед за ними вышли «Старт» и «Полёт Арсенал». Многие спортсмены показывают высокие уровни мастерства и имеют за плечами опыт городских и областных соревнований. Состоят в волейбольных лигах. Поэтому конкуренция на первенстве «Рфят Свиньев» нешуточная. Идёт очень ожесточённая борьба в каждой встрече, потому что профессионалы, которые занимаются, любительские профессионалы волейбольные на «Фасаровске», присутствуют в каждой команде. Поэтому игры очень интересные и конкуренция очень высока. Чтобы достойно выступить на первенстве по волейболу, команды собираются и тренируются после работы и даже по выходным устраивают товарищеские встречи. Волейбол – в полном смысле командная игра, в которой каждый человек на поле выкладывается на 100%, чтобы принести команде победу. Практически все тут играют на чемпионате города, на Кубке города. Поэтому практики хватает. Важно собираться и показывать результат в каждой игре. Плюс ещё волейбол – такая игра, но нельзя выключаться ни на секунду. Каждый из шести человек, присутствующих на поле, должен полный фокус, полное внимание своё отдавать игровым эпизодам, чтобы команда могла побеждать. Полуфинальные и финальные встречи состоятся 20-21 апреля. По итогам первенства сформируют сборную «РФЯЦ-ВНЕФ». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.